Приветствую вас. Дело всего в том, что методов повышения самооценки достаточно много. Вот. И надо сказать, что причин именно низкой самооценки тоже достаточно много. В зависимости от того, каковы причины низкой самооценки и подбираются методы. Поскольку самооценка это то, как я себя сам оцениваю, а заниженная самооценка это получается оценка себя больше с позиции критики. Да? Ну вот. Соответственно исходить нужно из этого, что вы где-то как-то получили информацию о том, что вы хуже, чем есть на самом деле. И кому-то это было полезно. То есть кто-то прямо хотел, чтобы вы думали о себе хуже. Как правило это родители, родительские фигуры. Но бывает и по-другому. Бывает, что это не только родительские фигуры. Бывает, что это и другие люди. Не обязательно родители. Вот. Не обязательно родительские именно фигуры. Вот. Но нужно установить причины вашей, значит, низкой самооценки. Что вообще она, эта самая низкая самооценка, да, из себя представляет. Как бы. Что она из себя вообще представляет. Что это такое? Низкая самооценка. Вот. Почему вы решили, что это справедливо. Ну, для вас. Для вас. Вот. А дальше нужно менять представление о себе. с помощью когнитивной терапии, с помощью транзактного анализа. Например, с помощью гештальта, с помощью экзистенциальной терапии. Вот. Тут уже зависит от того, какие у вас особенности. индивидуальные. И к какому виду терапии вы наиболее предрасположены. Да. Потому что, ну. Понятно. Я надеюсь, что. У каждого человека есть свои когнитивные способности. Вот. И его когнитивные способности, ну, ни в коем случае нельзя игнорировать. Да. Вот. Так что, начинать, ну, с этого и дальше уже в зависимости от результата. То есть эффективность. Самооценка это работа. Это, понимаете, да. То есть какого-то вот такого универсального, уникального ключа для работы с самооценкой. Ну, нет. Вот. Вам это нужно понять для себя, что нет, универсальных ключей нет. Вот. То есть только вот индивидуально подобранный вам, индивидуальный, точнее, подобранный вам метод работы. Вот. Потому что самооценка, она портилась годами. Вот. И, соответственно, если самооценка портилась годами, то она не восстановится за один ответ. Понимаете? Вот. Это же не просто оценка себя. Это целые представления, это целые убеждения, это целые когнитивные карты, которые основываются на этом. и если их затронуть, эти карты, эти представления, если их затронуть, вот, то будет же сопротивление сильно, очень. Понимаете? Вот. Готовы ли вы к этому? к тому, что, ну, будет, будут сопротивления, а как вы это воспримите? сами. Вот. Поэтому люди, они, ну, как правило, люди не справляются, как правило. это, к сожалению. Поэтому, собственно, и, вот, нужна помощь психологов, вот. что касается уверенности в себе, значит, что касается за уверенностью в себе, то здесь ситуация на самом деле несколько лучше, несколько лучше, несколько, я бы сказал, проще. Но это тоже, знаете, это тоже определенная такая работа над собой, то есть, когда человек уверен в себе, когда он делает что-то и это что-то дает ему адекватную обратную связь. Вот. Понимаете? То есть, иными словами, иными словами. Значит, важно не достигать каких-то высот конкретно, а важно именно достигать того, что вам важно, что соответствует вашим ценностям и то, что вам нравится. Короче говоря, уверенность в себе можно приобрести тогда, когда человек занимается тем, что ему нравится и тем, что соответствует его ценностям. тем, что это, по факту, то, что определяет уверенность в себе. Ну, а дальше, как бы, дальше, дальше, это уже частности, которые нужно рассматривать индивидуально. Если у вас есть вопросы, если у вас есть, действительно, проблемы с самооценкой уверенностью в себе, то лучше обратиться к специалисту. Вот. Если... Такой возможности нет, да, то есть, ну, нет возможности обратиться к специалисту, то, соответственно, нужно постараться найти такую возможность. Я не говорю сейчас, на самом деле, о том, что вам обязательно нужно, там, работать с психологом. Не говорю, не хочу сказать так. Но и хочу, чтобы вы понимали, что это серьезно. Вот так, вот то, что вам можно сказать. Значит, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы ко мне, значит, пишите в личку, буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи.